Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и короткий анонс праздничного выпуска. Россия отметила 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Сегодня парад победы проходил на площади в Каспийске, по которой прошли десятки единиц военной техники и сотни военнослужащих. История войны глазами ветеранов. Гаджи Магомедович Инчилов, разведчик, храбро прошел всю войну и ему есть, что рассказать о тех ее тяготах. Скачки, сельхоз и ярмарка с низкими ценами и детская развлекательная программа. Ко дню победы на территории конно-спортивного комплекса «Ватан» прошел большой фестиваль. Подробности сегодня в выпуске. В этом году Россия отмечает 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Главных виновников торжества сегодня чествовали на главной площади Каспийска. Более 1 тысячи военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники приняли участие в параде победы. Подробнее в нашем сюжете. К сожалению, по понятным причинам парад прошел без зрителей, но это не помешало отметить такой значимый день торжественный и ярко, с привлечением военной техники и солдат. Чем дальше от нас уходит этот день победы, чем сильнее интерес россиян, дагестанцев, особенно молодежи к событиям 1941-1945 годов. По традиции, перед началом шествия все гости прослушали поздравления Владимира Путина. Поздравляю вас с днем победы. Победы колоссального исторического значения. Морские пехотинцы, юнормейцы, пограничники, росгвардийцы. Торжественным маршем по главной площади Каспийска шагали тысячи военнослужащих Каспийской флотилии. Эффектно проехались колонны, суровые бронеавтомобили. Всего было задействовано более 30 единиц военной техники. Позирование кораблей, обеспечивающие безопасность в Каспийской флотилии. 9 мая – особенный праздник, величественный и торжественный. Он всегда будет напоминать, какой ценой завоеван мир на земле. И, конечно же, все внимание и слова благодарности в этот день им, ветеранам. Наши отцы и деды, прадеды избавили мир от нацизма. Спасли Европу от рабства, от целой народы, от уничтожения. Поэтому этот праздник отличается не только в нашей стране. Он отличается всеми людьми доброй воли. Прошло много лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но воспоминания об этих страшных событиях все еще терзают душу и вызывают слезы на глазах ветеранов. Хочу, чтобы посвела наша страна, чтобы берегли родину, чтобы было чистое небо на нашей новой. И не видели, не страдали те дети, которые как мы страдали. Желаю я доброе здоровье, чтобы набегли головой было все время чисто. И чтобы они не встретили такие хрантовые случаи, что мы видели. Я очень рада, я просто рада. Я даже вот тебе говорю, я же одна в комнатке нахожусь, правда у меня котята есть. А так все равно одна, ну то хоть с людьми побуду. Да знакомых же много. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов и Дауд Касанов, телеканал ННТ Касписк. Муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди поздравил россиян с Днем Победы. Он отметил, что это особенный, по-настоящему общенародный праздник, который дорог всем гражданам нашей страны. В нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Необходимо помнить и чтить колоссальный подвиг и огромные жертвы нашего народа. Муфти пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия, чтобы каждый их день был полон заботы и внимания близких. На аллее героев-медиков в Махачкале прошел парад шествия в честь Дня Победы. По словам организаторов, главная цель мероприятия – сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной. Школьники, студенты и оркестр Каспийской флотилии прошли маршем по аллее до берега моря. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Сегодня произошел парад шествия в честь праздника нашей страны, 9 мая, День Победы. И она была приурочена к открытию аллеи народной, которая впоследствии была названа аллеей героев-медиков. И вот мы успели к открытию, то есть к 9 мая. Персональный концерт организовали для ветеранов Алиханича Арабова, Курбана Курбанова, Юрия Сытого, Валентина Авериной и Калерии Казаковой. Праздничную программу во дворах, где живут герои Великой Отечественной войны, подготовили воспитанники детских школ искусств, народные артисты, а также военнослужащие Каспийской флотилии, управление Росгвардией, активисты и волонтеры Победы. Навестил ветеранов мэр города Салман Дадая. Позвольте от всех махачкалинцев, от всего народа Дагестана поздравить вас. Вам огромное спасибо от всех нас. Счастья вам, здоровья, крепкого, что вы так бодрячково всегда могли нас встречать. И всего самого наилучшего и низкий наш поклон. Я рисую пальцем на огне, Мед, в котором есть любовь и греет солнце. Им есть, что вспомнить и рассказать. 9 мая – праздник ветеранов. Каждая из них – живая история. Они прошли всю войну, выстояли холод, голод и победили. Сегодняшний герой нашего сюжета – 96-летний ветеран Гаджи Магомедович Инчилов. Будучи разведчиком, он храбро прошел все военные действия. Принимал участие в боях за Новороссийск и Крым. Подробнее в сюжете наших коллег. Он родился в селении Саграт Ильгунинского района. Будучи восьмиклассником, отправился на фронт добровольцем. Сегодня ветеран вспоминает, что еще в 16 лет был готовым солдатом. Но в силу возраста в военкомате долго не брали на фронт. Сильные были, без зарядка, все это дело, военное дело. Все было как раз, чтобы в армии были. И одно время я отправил в Буйнахский, получаю повестку. Призывнику Инчилову явиться завтра в 8 часов военной команде для отправки армии. Инчилов подал заявление о вступлении в ряды Красной Армии. Учился в военно-пехотном училище в Баку. По его словам, то была хорошая школа подготовки перед настоящими сражениями не на жизнь, а на смерть. Делится, что выдержать тяжелые учения ему помогли хорошие закалка и трудовое воспитание, полученное в родном селе. Мне сказали, будете проходить курсы отдельно от этих твоих земляков. Будете приходить после занятий каждый день в училище. Видимо, вы им больше всего понравились. Да. И мне сказали, вот это курсы подготовка разведчиков. Разведчиков для отправки в ТИЛ. Гаджи Магомедович вспоминает, как в 1942 году его с товарищами после училища направили на фронт, на поле боевых действий, когда враг практически дошел до границ Дагестана, до Малгабекского участка. Это золотое дно в Северном Кавказе. Я-то не знал, это такое есть. А немцы заняли его срочным движением через вот эти проливы, через эти хребты пробили дорогу туда и заняли там подземное место для приготовления пещи, для отдыха своих снайперов. Вот так подготовили его. И кто близко подойдет? Лоб или сердце? Никто не знает. Если спросить, откуда стреляли под тебя? Это ответ. Впрочем, долго служить пехотинцам и Чилову не пришлось. Его отличника боевой подготовки направили в разведку в Ингушетию для изгнания немцев с Кавказской земли. Каждый шаг и противник, и наши воины. И наши погибали, и немцы погибали. Немцы тоже сражались как могли. Не видел я ни одного немца, чтобы убегали. Во время войны Гаджи Магомедович не раз был ранен. Едва не лишился ног после обморожения. Был демобилизован в июне 46-го года в связи с приказом Сталина о демобилизации единственных сыновей и учителей. Самая кровопролитная из кровопролитных войн – это Вторая мировая война. Самая кровопролитная. Не было семи районов, где не погиб кто-нибудь. Основная масса этой молодежи участвовали. После демобилизации Инчилов женился и до самой пенсии работал. Сначала народным комиссаром, потом прокурором в разных районах республики. Его воспоминания и рассказы о Великой Отечественной войне дорогого стоят. Его жизнь и его война – это подвиг на века. Не только для него, но и для каждого из нас. В преддверии Дня Победы глава Дербента и министр по национальной политике и делам религии Дагестана посетили ветеранов Великой Отечественной войны. У дома фронтовой медсестры Антонины Исаковой состоялось праздничное мероприятие в рамках патриотической акции «Парад Победы у дома ветерана». Кадеты, школьники, воспитанники Дворца детского и юношеского творчества подготовили выступления с песнями военных лет и стихами. Ветеранам были вручены подарки от главы Дагестана и главы Дербента. Когда мне говорят самый хороший, какой день? День Победы. Для меня День Победы. Для всей страны День Победы. Самый важный, главный праздник в нашей стране. Сколько радости. Слезы были от радости. Наконец мы дождались День Победы. Также в Дербенте открыт мемориал памяти фронтовиков армян, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Идея создания памятника принадлежит армянской общине города. Мемориал расположен на городском кладбище и представляет собой стелу, на которой высечены имена 76 героев, не вернувшихся с полей сражений. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, а затем присутствующие впервые возложили венки и цветы к подножию мемориала. Здесь выбиты их имена 73 человек, но более глубоким шифром они выбиты в наших сердцах. Мы их помним, мы им поставили памятник, чтобы и наши потомки всегда помнили о тех, что это наши герои, на которых надо равняться. Захватывающие скачки, различные ярмарки и грандиозные розыгрыши. Ко дню победы на территории конно-спортивного комплекса «Ватан» прошел крупный фестиваль. Посетили его тысячи людей со всего Дагестана. Подробнее в сюжете Патима Тханаповой. Шесть путевок в Малые Хаджили, 50 тысяч рублей. На фестивале были разыграны множество крупных подарков от спонсоров. Шамиль, я спешу вас обрадовать. Вас сейчас слышат все, кто собрались здесь на ипподроме. Дело в том, что вы стали обладателем путевки на Малый Кадж-Умра от АЗС «Оригинал». Я вас поздравляю. Эти аплодисменты вам звучат. Однако самым главным призом вечера был объявлен автомобиль. С надеждой его выиграть здесь собрались жители со всех уголков Дагестана. И вот из барабана достают купон, где указан номер и имя победителя. Похлопайте! Громче! Еще громче! Ведь выиграла женщина! Магомед Алиева Бадресат! На душе очень радостно. И что сказать, даже не знаю слов. Не ожидал, конечно, не ожидал. В перерыве между розыгрышами проходили состязания. Скачки на лошадях. Всего было шесть заездов. В них участвовали лошади дагестанской и арабской породы, а также чистокровные английские. Отдельный забег прошел среди иноходцев. Конечно, это огромное мероприятие, огромный вклад в развитие дагестанского конезаводчества. Что есть и подром, где могут испытываться лошади, развиваться, переходить на лучший уровень. Победителям и призерам скачек вручили денежные призы, памятные медали и грамоты. Жакеев и хозяев верховых животных лично поздравляли спонсоры мероприятия. То есть вы первый раз принимаете участие и сразу так первое место? На фестивале была организована и ярмарка дагестанских ремесленников, фермеров и предпринимателей. Свою продукцию здесь выставили более 50 хозяйств. Было интересно всем рассказать, что собой представляет каждая группа, каждые вещи, которые здесь есть. И мы видели неподдельный интерес всех людей. Они все подходили, они все спрашивали. Это было очень мило. Руководство ипподрома намерено и дальше продолжать радовать жителей республики такими мероприятиями, цель которых объединение многонационального дагестанского народа и пропаганда здорового образа жизни. Такие мероприятия, конечно, в первую очередь для нас нужны, чтобы возродить наши традиции, наши обычаи. Молодежь в основном подзабываем. Завершился фестиваль Ифтаром. Все желающие смогли отведать главное угощение праздника – вкусный узбекский плов. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Инсан». Патемат Ханапова, Нурмагамед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Это все к этому часу. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. С Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова